Добрый день, уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии! Я выпускница факультета журналистики Наталья Булдакова. Тема моей выпускной квалификационной работы – треложурналистика на телевидении и в интернете. По законам треложурналистики мы создали авторскую рубрику «Вояж» на телеканале ЮРГУ-ТВ. Информационно-развлекательная рубрика «Вояж» на телеканале ЮРГУ-ТВ впервые вышла в эфир в программе «Молодежный проспект» в августе 2013 года. Идея рубрики основывалась на желании познакомить студентов с туристическими особенностями разных стран, а также наглядно показать местный колорит. Город, который произвел на меня наибольшее впечатление – это Иерусалим. Город трех религий. Главными героями выпусков становились люди, которые неоднократно бывали в той или иной стране. Любители путешествий делились со зрителями своими впечатлениями и давали практические советы по жизни за рубежом. Сезон дождей во Вьетнаме как раз летом и стоит ехать во Вьетнам с ноября по апрель. Что касается совета, кому туда ехать, я бы сказала любителям экзотики. Все мексиканское находится именно в Сан-Антони. Там проводятся мексиканские фестивали, можно купить различные мексиканские шляпы, ковбойские ботинки. Рубрика «Вояж» также включала в себя общую информацию о стране и интересные факты. Особые подходы к видеосъемке, а именно использование многообразия ракурсов и планов, а также динамика монтажа создали уникальный аудиовизуальный образ рубрики. Существует предание, что этот народ произошел от дракона и птиц и феи. Уже 20 лет эта страна держит первенство по количеству туристов. Ежегодно около 77 миллионов человек. Это место называют штатом одинокой звезды. И у многих этот штат ассоциируется прежде всего с ковбойми Дикого Запада и знаменитым Родео. В рамках рубрики «Вояж» вышло два специальных выпуска. Один из них был посвящен Челябинской Кировке. Главным героем и любопытным туристом стал настоящий шри-ланкец. Что это из лодки? А эта скульптура получила название «Памятник профессиональному нищему». Самый масштабный выпуск рубрики создавался на родине Федерико Феллини. Итальянский «Вояж» стал первым опытом двухнедельных съемок автора за границей. С вами рубрика «Вояж» и мы в Мировом центре культуры в Италии. Сейчас у нас как раз время обеды. Я предлагаю посмотреть, как готовят настоящую итальянскую пиццу. Деревянные зелья в этом магазине являются результатом бизнеса семьи Барталучи 1936 года. Риме не славится прежде всего 15 километрами чистейших пляжей. И именно за отличные условия пляжного отдыха его и любят туристы. Венецианские мальчишки с детства постигают азы самой редкой и романтичной профессии в мире. Ведь гондольер – это не просто гребец, но и гид, рассказчик и привет. В рамках выпускной квалификационной работы мы создали юбилейный выпуск рубрики, посвященной Франции. Он вышел не только в телевизионный эфир, но и был размещен в интернете. При адаптации телевизионного контента для интернет-пользователей определяющими стали такие критерии, как хронометраж, тематическое наполнение, дополнительный контент, а также принципы оформления и размещения рубрики на платформе социальной сети ВКонтакте. Если продолжительность телевизионной рубрики «Вояж» около пяти минут, то интернет-платформа позволяет создавать более объемный контент. Хронометраж интернет-выпуска составил 9 минут 47 секунд. В телевизионной версии рубрики представлены лишь фрагменты синхронов героини. В рамках интернет-вещания раскрывается большее количество освещаемых тем. Например, места для развлечений, местная кухня и особенности французского менталитета. Для размещения контента в интернете мы использовали заголовок, тематические хэштеги и опрос для аудитории, понравился ли вам выпуск рубрики. С помощью комментариев и отзывов получили возможность обратной связи. Кроме того, интернет-версию мы дополнили нарезкой из неудачных дублей и смешных моментов. Провозу. Бордо. Это место заслу... Как это? И мы в НОХ отправляем... Да что такое у меня челюсть наработает? Адаптация телевизионного контента для интернет-пользователей проводится с целью максимизировать реальную аудиторию, предоставить возможность интерактивного общения, а также сделать материал насыщенным и визуально интересным. Живые эмоции ведущего и героя, создание положительного имиджа страны, развлечения и образование зрителя, высокий уровень персонификации информации и ответы на самые важные туристические вопросы. Все это делает рубрику «Вояж» примером реализации современной тревел-журналистики. Я вам желаю обязательно побывать в этой стране и совершить свой незабываемый вояж. Ари Ведерчи! Совсем скоро мы отправимся в новую страну. До встречи! А с вами на протяжении двух лет была рубрика «Вояж» и я, Наталья Булдакова. Это наш последний выпуск. И надеюсь, счастливый! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова